Доклад Артур Амиронович Аветисян, Национальный центр онкологии имени Фонараджана, Ереван, Армения. Слово вам. Доброе утро, дорогие коллеги. Для меня реально большая часть выступить с моим скромным докладом на такой авторитетной площадке. И хочу отдельно поблагодарить моего хорошего друга Петра Владимировича. У меня, к сожалению, не получилось приехать, но я к моему большому счастью у вас в конференции ежегодно. Итак, немножко поговорим на нашу тему. И так, чтобы лишний раз отметить важность нашей специальности, просто вспомним, что женская грудь была и остается символом материнства, красоты, сексуальности. Женственности и так далее. Наверное, мы не раз во время различных конференций слышали, что мнение о том, что реконструкцию молочной железы следует считать законченной только после того, когда будет полностью восстановлен сосок. Ведь можно в некотором смысле назвать сосково-ареолярный комплекс, можно назвать, так сказать, глазами молочной железы. Ведь не поспорить, что наличие симметрии и вид сосков влияет на качество жизни пациентки, что является очень важным критерием лечения даже в онкологии. Если следить за литературой, то осложнения, связанные с сосково-ареолярным комплексом, составляют от 0 до 48%, а необходимость повторных вмешательств достигает до четверти случаев. Все это зависит от типа реконструкции, техники оператора, локализации разреза, размера ореолы, особенностей кровоснабжения, курения и всякие другие. Я хотел перед разбором доклада просто сказать, что уже довольно длительное время мы вместе с клиникой МИПС из Санкт-Петербурга проводим клиническое исследование в Армении для тысячи пациентов, где изучаем особенности генетических мутаций, в особенности БРК-1 и 2 в армянской популяции Армении. И благодаря этому клиническому исследованию очень много пациенток имели возможность сделать этот анализ. И в связи с этим у нас появилось много пациентов и кандидаток для билатеральной, обоснованной для билатеральной мастектомии. И некоторых из них я сегодня покажу просто в слайдах. Разделим на две части, как бы профилактика осложнений и коррекция. В коррекции я пару случаев клинических вам покажу. Итак, говоря о профилактике осложнений, можно обязательно, так сказать, вспомнить о коже, сохраняющей операции с последующим татуажем. Соска, естественно. Главное, важное, скрупулезный выбор кандидаток на ниппл-спаринг мастектомии, улучшение техники, осторожный выбор разреза. Также некоторые, наверное, имеют значение техника биопсии соска. Двухэтапная реконструкция, как выбор, интероперационный контроль кровоснабжения, а также пересадка соска. Ну, попробуем разобрать перечисленные моменты на нашем клиническом опыте. Естественно, если немножко говорить с иронией или с юмором, чтобы получить стопроцентную профилактику осложнения соска, наверное, придется, так сказать, отказаться от соска и сделать операцию, не сохранили его. Вот другой пример двухэтапной операции. Но если мы такое делаем, уже идем как бы на татуаж. И современный 3D татуаж позволяет получить довольно-таки эстетический вид лодочных желез. По нашим наблюдениям, естественно, не только нашим, да, послеоперационный риск некроза сосково-ареолярного комплекса зависит также от площади субдермального иссечения этой зоны. И чем больше сосок, естественно, тем выше риск осложнений, связанных с ним. Ну, например, клинический пример, когда у нас большой сосок у пациентки, ну, естественно, тут еще и требовалась редукция, двусторонняя проведена мастектомия с установкой препекторальной, установкой имплантов и в дальнейшем татуажем. Все это легко, если у нас имеется довольно толстый слой подкожно-жировой клетчатки. Если вспомнить технику, некоторые особенности техники, следующий пункт, значит, весь смысл, чтобы был разрез шел по поверхностной передней фасции, вот у нас в красной линии идет разрез, как правило, мы утончаем его в двух местах, это во время субдермальной диссекции подариола, и вторая часть – это опухоль, если она, конечно, находится уже ближе к коже и подкожно-жировой клетчатке. Сейчас может включиться. Да, да. Некоторые моменты в технике, значит, главное – сохранить подкожную жировую клетчатку и всю сосудистую сетку, насколько это возможно целостно и насколько это возможно без травм. Сейчас вы отлично видите поверхностную фасцию, как она отделяется. Мы очень часто используем в настоящий момент, естественно, гидросепарацию с литокаином и пенефрином, и вот очень часто наши ассистенты помогают нам вот обратной стороной пинцета, как бы пряча всю жировую ткань со сосудистой сеткой от ножа или от ножниц, и становится очень хорошо видно уровень резекции. И, как правило, если все идет правильно, бывает минимальная травма, естественно, с минимальными осложнениями. Но что делать, если у нас молочная железа, худая пациентка с тонкой кожей, подкожной жировой клетчаткой? Вот клинический, опять-таки, пример. Сейчас разберем. Мы удалили обе молочные железы. Здесь субпекторальная установка импланта. Нижний полюс мы закрыли тайгер-матриксом, рассасываемся. И вот депитализированный нижнюю ножку уже прикрыли, как бы сделали такой-нибудь хороший плотный футляр. Но вся особенность в том, что мы ее зашили, именно сосок зашили на большую грудную мышцу. После операционного периода, когда мышца сократилась, к сожалению, я просто, наверное, об моей ошибке не поставил эти фотографии, у нас был неестественный птоз, простите, не птоз, а вот поднялись соски неестественные на заключение высоко вместе с имплантом. Но, естественно, гравитация нам помогла, и еще с давливающими бельем все это спустили. И, ну, в принципе, вот такой окончательный результат у нас получился. Опять-таки получается, как бы, вариант профилактики ослабления соском, зашивая его на большую грудную мышцу. Хочу просто отметить, еще предыдущий докладчик об этом говорил, мы уже довольно редко ставим импланты под мышцу, и, в основном, в рутину у нас остался препекторальный подход. Самый высокий риск развития различных осложнений после операции, после сравнивания различных разрезов, остается при периолярном разрезе, и поэтому, наверное, следует более скурпулезно выбирать разрез кожи в зависимости от конституции пациентки. Я вам покажу один такой наш неудачный случай. Хирургически, да, насчет разрезов. Сейчас мы больше предпочитаем нижнемамарный разрез и еще больше, наверное, нижний латеральный. Если у нас бывают проблемы с доступом через нижнемамарный разрез к железистой части акселярного отростка, то иногда удаляем эту часть молочной железы из подмышечного доступа, например, от разрезов для биопсии лимфатических узлов. Ну, опять-таки, по инфрамамарному доступу, довольно безопасно для сосково-ареолярного комплекса, нежнолатерального доступа, более, так сказать, излюбленным с нашей стороны. Опять-таки, нижнемамарный, кстати, тут с реконструкцией с Tiger Matrix сеткой. С правой стороны у нас сделано тут, левая молочная железа, опять-таки, реконструкция нижнолатеральный разрез. Насчет биопсии ложа мы стараемся после исчречения соска брать вот именно биоптат не из оставшегося соска, а вот именно из ложи опухоли, и отмечаем ту же часть для патоморфологии, тем самым пытаясь лишний раз не травмировать сосок. Вот интересный, по моему мнению, подход. Кстати, я его предлагал во время консенсусного собрания хирургов молочной железы в Венгрии, хирургов консорциума восточноевропейских стран, наверное, многие из вас знают, и который Владимирович является, там представляет Россию. Там во время формирования протоколов, я предложил этот вариант, они не приняли нового, и оно имеет место быть, поэтому мы его используем. Что мы делаем? Если мы делаем, в основном это используем во время профилактических мастектомий, если мы видим риск осложнений с соском, мы оставляем некоторую часть железы там, то есть оставляем, наверное, толстый сосок во время установки эспандеров, если такой подход был избран, и во время уже замены имплантами мы иссякаем лишнюю часть железы из этой части, примерно таким путем снижая практически до нуля осложнения, связанные с сосково-ареолярным комплексом. Не могу сказать, что очень часто так сделано, потому что сейчас тоже мы отошли от использования экспандеров, но в отдельных случаях, естественно, мы это делаем. Вот примеры двухэтапной реконструкции. А, и следующий вариант – это визуализация, интероперационное состояние лоскута, флоресцентное. Мы в нашей клинике очень широко используем ICG, вот ICG Flow Diagnostic Green, оцениваем состояние сосков, лоскутов, и очень часто прямо на операционном сноле определяемся, что вообще планируем делать с соском. Дальше в докладе есть другой пример. Пересадка соска – тоже вариант, который очень часто нас спасает от различных ожидаемых осложнений. Конечно, эстетически это не так хорошо, как когда остается в живой сосок, но это как альтернатива. И я покажу вам пару клинических случаев в конце доклада. Один из них, вот клинический случай, молодая девочка с БРК, ассоциированной иммутацией с трипл-негативным раком левой молочной железы. Мы пошли на одномоментную операцию с двух сторон, поставили импланты препекторальные, естественно, хотели сделать пиксию правой молочной железы, пошли там вертикальным ареолярным разрезом, и у нас получился вот такое осложнение. Выглядит динамик высшими, и дальше уже выливается некроз. Естественно, мы уже не надеялись, что сохраним имплант и пошли на повторную операцию. Повторная ревизия – вот это уже вид непосредственно повторной операции. Мы просто отказались от соска, удалили, установили тканевой экспандер, залили его экспандер, и уже после оператора. Далее заменили просто на имплант, простой путь, но он у нас оказался удачным, и окончательный результат после татуажа соска у нас вот такой. То есть никогда не сдаваться до последнего момента у нас вот примерно такой дивизии. Второй случай, опять-таки, тут люминальный тип рака левой молочной железы, опять-таки, в РКС мутации ассоцированные, поэтому пошли на двустороннюю мастектомию. С этой пациенткой мы довольно долго мучились, так сказать, морально мучились. Да, я обязательно хочу отметить некоторые трудности в Армении, потому что реконструкцию молочной железы, цены имплантов, операцию, все это не покрывает государство. К сожалению, все это остается на плечах семьи пациентки, и что это создает лишние проблемы эмоциональные для хирургов тоже. То есть элементарная, повторная операция у нас бывает с некими финансовыми и юридическими проблемами. Итак, случай, вот послеоперационный, тут установили двустороннюю, произвели, простите, пожалуйста, редукционную нипл сперринг в астектоми с двух сторон с установлением препректоральных имплантов. И слева у нас пошла ишемия спустя 24 часа после операции. Вторая фотография, это уже через 40 часов, стало ясно, что у нас там перекрут ножки, это обязательно уже вид ореолы во время, на операционном столе. Если честно, во время дивизии особо перекрута видно не было. Но дальше мы проверили состояние и ореолы, и соска, и всего лоскута методом ICG. Оказалось, что ореола, она нежизнеспособна, и мы, естественно, решили ее удалить. Удалив ее, закрыли эту часть депитализированным лоскутом нижних квадрантов, который у нас до этого прикрывал нижний полюс импланта, подтянули его, насколько это возможно, и попытались зашить вот именно на ложе той области, где был вскрыт сосок во время первой операции. И этим самым сделали для нас, так сказать, новое поле для пересадки соска. После чего мы пересадили этот сосок, тот же сосок, с которым у нас была проблема ишемии. Он уже на операционном столе в конце операции. Спустя некоторое время, когда уже вскрыли рану, у нас вроде бы пересаженный сосок был не в очень плохом состоянии, вроде бы все нормально. Однако к этому моменту у нас клинически уже была инфекция. Грамма отрицательная стафилококковая инфекция с той же стороны, видимо, из-за повторных вмешательств, не знаю. И пошли там ежедневные промывки бетадином, двойные антибиотики. И следили довольно долго, наверное, месяц, возились с пациенткой. Дальше у нас пошел вот такой некроз со свищем. И, так сказать, уход пересаженного соска. И мы пошли на повторную ревизию. К этому моменту у нас уже, к сожалению, бакпасев не показывал стерильность, показывало лишь значительное снижение титра. Мы пошли на ревизию, удалили некротизированные участки. Это на фотографии справа, там уже виден имплант. Ну, попытались еще раз не сдаться по причинам, которые я сказал изначально. И дальше пошли уже терапию раны при помощи аппаратов отрицательного давления в раннем. Мы создали отрицательное давление в раннем. Так называемые вакуумные пакеты установили. Он стерильная губка прямо на имплант. И между свищем и на имплант установленная. Дальше покрывается все это пленкой, устанавливается вакуум. Мы это, если честно, использовали первый раз. После этого еще не было случая, когда пользовались им. В таких случаях я имею в виду. И дальше, когда вскрыли уже через 48 часов использования отрицательного давления в раннем, вскрыли и просто тупо зашили, ставшийся дефект. Надеясь, что все обойдется. Итак, плюс использования всего этого, что после этого уже через 48 часов посеба у нас будет чистый. Естественно, до этого еще пациентка получала антибиотики. За все это время. Минус в том, что, так сказать, этот аппарат высосал все, что осталось от пересаженного соска. И у нас осталось впечатление, что там просто татуаж. Это уже динамика повторных швов. Не могу сказать, что мы добились идеального или эстетического результата, но мы добились того, что не удалили имплант. И теперь в настоящее время пациентка, так сказать, отдыхает и планируется уже впоследствии просто сделать татуаж слева. И липофилинг, если, наверное, понадобится к этому моменту. Ну, в принципе, все, что я хотел показать, мне кажется, я уважился во времени. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Артур Арменкович. Артур, действительно, делиться таким опытом – это очень важно для нас, для хирургов. Мы поверьте, вот я переживал прямо с вами вместе, потому что иногда ты тоже попадаешь в ситуацию, когда очень, как бы, тяжело и морально, и эстетически. У нас есть один буквально вопрос. Эльбрус Исланбекович, дайте микрофон, пожалуйста, ближе к трибуне. И один вопрос по регламенту. Благодарю вас за замечательную презентацию. На самом деле, такие сложности мы все проходили так или иначе в своей жизни хирургической. Один только вопрос. Правильно я понимаю, вы же оперируете, практикуете в Армении, да? Да, да, да. И у вас, насколько я понимаю, знаю, у вас в основном на рынке только круглые гладкие импланты. Вот все результаты, которые вы представили, это было с помощью круглых гладких имплантов? Это в основном, вот, в основном это текстурированные круглые импланты МЕНТОР. А, то есть вы на круглых, но текстурированных, я правильно понимаю? Ну, в основном, да. Круглые, текстурированные, иногда бывают и гладкие тоже, но большой процент это текстурирование. Мы просто исходим из рынка. У нас, и почему выбираем только МЕНТОР, только у него большой сток и возможность иметь различные размеры имплантов во время операции. Я просто помню одну из ваших презентаций, но я видел, что вы в основном ставили гладкие и припекторальные. Мне было интересно, это тоже все так же у вас, и как-то такая у вас презентация, мне было поэтому интересно. Спасибо большое. Вот, я просто прокомментирую, да, вы правильно помните, это был тот момент, когда мы получили большую партию гуманитарной помощи гладких имплантов из Соединенных Штатов, а у них, в частности, в Калифорнии нам отправила диаспора, мы бесплатно ставили пациентам. В то время был, так сказать, бум гладких имплантов, и, по-моему, до сих пор в Соединенных Штатах стараются избегать текстурированных имплантов. Вот в тот период мы использовали то, чтобы было под рукой бесплатное большое количество гладких имплантов. Спасибо большое.